Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас 17-я передача из цикла нашего, который называется «Завтрак с Библией». С вами Авиэль Станкевич, и сегодня я хотел бы поговорить о сомнениях. Когда мы читаем с вами известное место в постании Якова, в котором он рассказывает о том, что нужно просить у Бога и как это все получать, мы понимаем, что на самом деле человек, который сомневается, он ничего не получит от Бога, потому что, ну, тут так написано, вот здесь написано, ну, в данном случае о мудрости, да, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Но, с другой стороны, ну, давайте по этому поводу пару слов, которые мне пришли в голову, по крайней мере. Да, мы, если чего-то просим, мы должны просить с верой. Об этом говорит Иисус, что все, что не попросите с верой, дано будет вам. Однако, очень многие люди путают два вот этих понятия. Сомневаться и просить с верой, и сомневаться в каких-то других вещах. Например, смотрите, что пишет, я сейчас не буду искать, как бы пришла в голову сейчас мысль. В первом послании к Коринфянам Павел пишет, всегда исследуйте себя, или написано, даже не исследуйте, там, по-моему, написано, а проверяйте себя, верили вы, да, то есть исследуйте себя. Что он имеет в виду? Что периодически нужно проверять, насколько мы реально в вере, потому что большинство людей просто верующие на автомате. И я таких встречаю очень часто. Люди, которые давно уже не открывали Библию, давно уже не читали, что там написано. Может быть, даже давно не ходили на проповеди. Может быть, они вообще давно забыли, что существует Бог. Но они спасены, когда-то они приняли Иисуса, и тем самым спасены. От спасения как бы невозможно избавиться, да, то есть его нельзя потерять. Спасение за рождение свыше. И в данном случае верит ли человек, да, поэтому Павел пишет, проверяйте, верили вы. То есть периодически нужно подвергать сомнениям даже собственную веру. Да, просить нужно в вере. Написано, что если мы не верим, без веры угодить Богу невозможно и так далее. Но это тоже, что нужно подвергать сомнению, обязательно. Потому что если мы не подвергаем сомнению свою веру, мы всегда будем уверены в том, что мы сильнее всех. Но придет кто-нибудь с гораздо большим талантом, чем у нас, талантом убеждения, и убедит нас в обратном. Поэтому вот написано, все оружие Божье, да, и меч веры. Вот он, меч веры, это Писание. И об этом пишет тоже Павел Киевисян. Что я имею в виду, что нужно подвергать сомнению свою веру? Общайтесь с атеистами, проповедуйте атеистам. Как только вы чувствуете, что атеист начинает вам доказывать что-то, что еще чуть-чуть, и вы убедитесь в том, что он прав, у вас должна загореться красная лампочка. Значит, вы еще что-то не знаете о Боге. Вам нужно еще что-то изучить, вам нужно еще что-то понять. Вот в этом месте как раз вы искусственно подвергаете свою веру сомнению. И после того, как вы поняли, что у вас есть какие-то недочеты в том, что вы делаете, в том, во что вы верите, вы просто начинаете снова и снова изучать слово. Снова и снова изучать Библию. Потому что только отсюда, только от того, что мы ее изучаем, у нас прибавляется больше уверенности. И написано, что вера от слышания слова. Читайте Библию вслух, ходите на проповеди, слушайте проповедников, которые гораздо больше нас с вами преуспели в изучении Слова Божьего. И вам откроются тайны того, что Бог хотел до нас донести с помощью своего слова. И только тогда наша вера укрепится. То есть для того, чтобы понять, насколько крепка наша вера, нам нужно подвергать периодически сомнению то, верили мы. И об этом пишет Павел. Если мы не будем сомневаться, что мы верим, а я верующий, я верующий, я верующий, а на самом деле делаем все на автомате, то, как сказал недавно, я путаюсь в этих православных чинах, но человек достаточно здравомыслящий, есть такой очень большого ранга, я не знаю, может, епископ, не епископ, я не знаю, кто у них там, ахимандрит, я не разбираюсь в этих православных делах, Смирнов его зовут, фамилия его. Он сказал, что иначе у нас сила исповеди, вернее, сила покаяния заменяется традицией исповеди, а исповедь это не что иное, как просто рассказать священник, какой я плохой. А покаяние, это значит раскаяться и больше такого не делать. А люди приходят на исповеди и каждый раз рассказывают одно и то же. И поэтому Смирнов сказал, что мы превращаем таким способом нашу веру из православной в бесовскую. Ну, мы не в вере православной, но мы все братья в Иисусе Христе, и тот же самый священник Смирнов, он мой брат в Иисусе Христе, и он говорит правильные вещи. Я думаю, что сейчас происходит большая, вот как мой друг Марк сказал, что происходит большая трансформация в церкви, и вообще все начинают понимать, что происходит. И вот в данном случае речь идет именно о вере. И здесь вот всплывает как раз вот это вот первое послание Коринфянам, проверяйте, верили вы. То есть подвергайте это сомнению. Если вы чувствуете, что вы сомневаетесь, что вы в вере, идите и начинайте заново слушать Слово Божье, потому что вера оттуда, вера от слышания Слова Божьего. Вот с этим наставлением таким, если можно так назвать, я хочу вас оставить на сегодняшний день. Те, кто следит за нами, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас сегодня седьмая программа бесед о Библии. У нас сегодня будет, я надеюсь, как всегда, много интересных вопросов. И до новых встреч. Пусть Господь оберно благословит вас. И я думаю, что не последний раз. Приходите, мы проводим наши встречи здесь, в этом сервисе Блаб. Каждый день, кроме четверга. У нас такой чистый четверг. Не, на самом деле в четверг я учусь с утра до вечера, поэтому там очень плохой интернет, и я не могу выходить оттуда в эфир. Спасибо за внимание и пока.